Отрывок из детских воспоминаний блокадницы Галины Фирсовой Люди, люди как тени, медленно двигаются по городу, как во сне, в глубоком сне. То есть ты это видишь, но у тебя мысль, что ты видишь сон. Вот эти медленные, эти плывущие движения, будто не по земле человек идет, а по воде. Голос меняется от голода, иногда он совсем пропадает. Вот, нельзя уже определить сейчас по голосу, мужчина это или женщина. Но по одежде нельзя, все закручены в какие-то лохмоти. Завтрак. Наш завтрак кусок обоев, старых обоев. На них клей, ночной клей. Вот эти обои и кипяточек. Утимится у дней. Это же целая вечность. Иду в полочном. Тут так вкусно пахнет черного хлеба. Живот сволит от голода. Получила дневной паёк. Эти крохи, эти жалкие граммы. А навстречу мне бежит собака. Порогнялась со мной так. И обнюхивает. Слышит запах хлеба. И я поняла, что это наше счастье. Эта собака. Наше спасение. Я дала ей кусок хлеба. И она пошла со мной. После дома еще кусочек ей отщепнула. Она лизнула мне руку. Пошли в наш подъезд. Но по ступенькам она поднимается неохотно. На каждом этаже останавливается. Так я отдала ей весь наш хлеб. Кусочек за кусочком. Так добрались мы до четвертого этажа. А наша квартира на пятом. И тут она уперлась и не идет дальше. Смотрит на меня. Как что-то чувствует. Понимает, наверное. Я обнимаю ее. Собака миленькая. Прости. Собака миленькая. Прости. Прошу ее. Прошу. И она идет. Идет. Нам очень хотелось жить. Нам очень всем хотелось жить. Прости. Прости. Простите.